Десятилетие переговоров, пять лет строительства, несколько недель финального тестирования, пять с половиной миллиардов долларов инвестиций. В Шанхай открылся потрясающий по своей красоте парк развлечений всемирно известной сети Диснейленд. Оценки количества посетителей в год варьируются от 15 до 50 миллионов. И это при том, что шанхайскую площадку решено сделать менее американской, чем все остальные. Представьте, китайский чайный домик, сад в стиле китайского гороскопа, китайские акробаты, а еще некоторые персонажи диснеевских мультфильмов будут носить национальные костюмы. И хоть билеты распроданы на две недели вперед, у нас с вами прямо сейчас есть возможность окунуться в атмосферу захватывающих аттракционов и эффектных зрелищ. Юлия Табалевич приглашает. Я говорил это неоднократно и повторюсь еще раз. Мечты должны сбываться. Это один из самых прекрасных и захватывающих моментов в истории компании Уолт Дисней. Этот парк развлечений стал первым на территории материкового Китая и шестым в мире. Его площадь – 7 квадратных километров. На территории развлекательного центра расположены два отеля, рестораны, театр и искусственное озеро. Торжественного события с нетерпением ждали как дети, так и взрослые. Диснейленд – это прекрасное место для развлечения. Моя дочка в детстве всегда любила диснеевских принцесс, поэтому я привела ее сюда на открытие. Мечты должны сбываться. Здесь здорово. Я видела часы Микки Мауса. Они заводятся в определенное время. Гостям представляется уникальная возможность насладиться бесчисленным количеством захватывающих аттракционов. Это и фантазийные сады, и остров приключений, и проспект Микки, и пещера сокровищ, и страна фантазий, и страна будущего. Многие из них эксклюзивные. Например, отдельный тематический парк с аттракционами по мотивам пиратов Карибского моя и Звездных войн. В центре расположен замок спящей красавицы. При этом Диснейленд Шанхая не лишен национального колорита. Так, например, ряд персонажей мультфильмов студии Уолт Дисней будут носить китайские костюмы. Конечно, мы все знаем персонажей Уолта Диснея. Раньше мы только знали об этом, но у нас не было возможности посещать парки. Прекрасно, что теперь окунуться в сказку. Реально. Переговоры о создании парка шли более 10 лет, а строительство началось в 2011 году. Это один из крупнейших проектов по вложению иностранных инвестиций. Их объем составил 5,5 миллиардов долларов. Специалисты уверены, развлекательный центр окупит эти средства довольно быстро. Открытие парка очень выгодно. По прогнозам, доход может составить почти 3 миллиарда долларов в год. В результате будет развиваться и сфера услуг. А сколько людей будет обеспечено работой? Ведь создается порядка 10 тысяч новых рабочих мест. По прогнозам разработчиков, уже в ближайшем будущем новому туристическому объекту удастся стать самым посещаемым парком развлечений в мире. Только по приблизительным подсчетам его гостями ежегодно станут от 15 до 50 миллионов человек. Юлия Табалевич. Вокруг планеты.